В этой пятиэтажке на Нечаево за капремонт платит половина жильцов. В масштабе края это считается хорошим показателем. На спецсчет собственники жилья перешли, понадеявшись на региональный краткосрочный план 2014-2015 годов. Правда, никаких денег ни федеральных, ни краевых, которые должны были добавиться к их собственным накоплениям, люди так и не дождались. В регионе средств не нашлось, поэтому и Москва их не перечислила. Когда мы передавали этот дом новому владельцу, начисление, я буду правильно выражаться, и мы передали порядка 115 тысяч рублей, подчеркиваю, но к тому времени мы им начислили уже 306. То есть их денежные средства вполне позволяли им провести ремонтные работы, не дожидаясь 2018 года и пользуясь правом специального счета проводить ремонтные работы, исходя уже из накопленных средств, из тех сроков, которые они сами себе определяют. Получается, что именно у этого дома средств на ремонт все-таки хватало. Не хватило инициативы жильцов. Как оказалось, многие из них, даже те, кто исправно платит по всем счетам, и не подозревали, что теперь сами могут распоряжаться деньгами, накопленными их домом. А потому и продолжали платить по тем счетам, по которым привыкли. Я платила все пока по ремонту, и был определен лицевой счет. Платила, платила, и все, качая октябрем месяцем. Потом вдруг мне с региона приходит бумага, что я должна и нахожусь в долге, за два месяца. Во дворе собрали быстренько, все, 10-15 минут, все быстро, счет, никто ничего по-хорошему не объяснили. В результате в ближайшие несколько лет новой системы подогрева воды, о которой они так мечтали, жильцы не дождутся. Деньги, которые были на счете дома, по закону уйдут обратно в общий котел. Это, наверное, наука нашим собственникам, как нужно правильно поступать. То есть нужно сначала, наверное, все за и против взвесить, с экспертами посоветоваться, потом уже принимать решения. Но, к сожалению, мы нас этому еще не научили, а учат именно на собственных ошибках. Алена Ведерникова, Максим Лобачев, ЗАПТ-ТВ.